Приветствую вас. Мне, конечно, очень интересно, как вы рассчитываете на нашу помощь, на какую помощь именно вы рассчитываете. То, что вы описываете, довольно серьезно, это депрессия, депрессивные состояния, это суицидальные мысли, это, наверное, у вас представление, что все очень классно, что все плохо, это игра, какой ужас. То есть в интернете можно набрать, что это игра. Вкратце, это когда человек говорит, что все ужасно, что все плохо, что он ни на что не способен, ничего вообще не может. И, собственно, значит, как бы снимает с себя ответственность за все, что он делает. И когда живет исключительно только вот, ну, плывя по течению, потому что все ужасно, я делать ничего не хочу. А в действительности, в действительности человек просто не желает нести ответственность за себя, за самого себя. Вот. Значит, если говорить подробно, да, вы говорите. Значит, очень надеюсь, что сможете мне дать совет, указать путь. Значит, психологи не занимаются тем, что дают совет. Понимаете, для советов у вас есть ваши друзья, для советов у вас есть ваши родные, близкие и так далее. А чтобы указать путь, чтобы указать путь, нужно, чтобы мы с вами говорили на одном языке, чтобы вы понимали, что говорю я, и чтобы я понимал вас. По-другому вряд ли получится что-либо сделать, по-другому вряд ли получится как-либо вам помочь, на самом деле. Итак, полтора года назад я добилась после десятилетнего неудачного брака. Собрала силы, наступила себе на горло и вырвалась. Не желая, но в первое время это дело было привыкнуть к изменившемуся укладывающей. Ну, смотрите. Полтора года назад, пишите вы, развилась после десятилетнего неудачного брака. Ну, надо разбирать, с чем брак был неудачный. То есть, ну, из-за чего он был неудачный. Вы же выбрали себе этого мужчину, да? Вы же сделали его своим мужем, вы, значит, как бы стали семьей. Значит, этот человек был для вас важен. Я так понимаю. И тут вы говорите, что брак был неудачный. То есть, на мой взгляд, на мой взгляд, здесь нужно в первую очередь разобраться именно вот с тем, почему брак был неудачный. Как верно. Далее. Вы говорите, значит, собрала волю в кулак, да, и вырвала. Опять же, момент какой? Если вы понимали, что брак неудачный, если вы это понимали, значит, усилий по вырыванию, усилия по освобождению из брака или от брака, вам делать, по идее, было не нужно. Ну, просто потому что, да? Вот. Просто потому что. Потому что вы, по идее, понимали, чего хотите. А вы говорите, наступило себе на горло. То есть, считай, подавили свои желания. Но получается, что если вы подавили свои желания, значит, вам нравилось в этом браке. по идее. Правильно? Нет? Как вот вы считаете? Если вы говорите, что брак был неудачным, но вы должны были наступить себе на горло, чтобы все получилось, значит, что? Значит, вам что-то нравилось в браке. Других причин, наверное, нет. Значит, что вас устраивало? Что вас устраивало? Что вам нравилось? Вот из предположений, да, могу сказать, что вам скорее всего нравилось то, что за вас не стоит ответственность. исходя из того, что вы написали. Мне кажется, что так ситуация может выглядеть. То есть, да, муж был плохим, да, как-то вот, ну, негативно себя вел, да, по отношению к вам. Вот, брак был неудачный, но тем не менее, тем не менее, мы все-таки мужчина, значит, дело за вас то, что вы хотели. Вот, именно поэтому вы нацепили себе на горло. Но вообще, чтобы не гадать, да, чтобы не гадать, мне кажется, что с этим нужно разобраться отдельно, вообще, конкретно. как вы сами оцениваете, насколько нормально, что вы собираете волю в кулак для того, чтобы уйти от того, брак с кем вы считаете, ну, неудачным. Понимаете, какая история? Мне кажется, что это очень важный момент для того, чтобы понимать лучше вашу историю. Значит, дальше идем. Так, нечемлемо первое время было привыкнуть, тяжело было привыкнуть к изменившему укладу вещей. Но если опять брак был неудачным, да? И если вам не нравилось такой себе, то наверное, наверное, привыкать было бы легче. Было бы легче. Значит, вам что-то нравилось в том укладе жизни, в том укладе вещей. Далее вы пишете восьмах головой в работу. Опять же, метод того, чтобы отдохнуть, отстрадать, что называется, метод того, чтобы почувствовать все, что произошло. Вы вместо этого ушли в головой работу. То есть, по сути, заменили, да, чувства. Ну, по сути. По сути, вы убегали от них. И чувства сами загоняли. Загоняли просто внутрь, вглубь себя. Вот. Хорошо ли это было? Да. Нет. Конечно, нет. А зачем вы это делали? Зачем загоняли чувство вглубь себя? Хороший вопрос. Мне думать, что нужно ответить на этот вопрос. Мне думать, что нужно подумать, почему так. Дальше. Вы пишите, что все отношения, которые заводила, 3-4 месяца заканчиваются. Меня значило, запил и все такое. Значит, если ситуация повторяется, значит, вы либо не отпустили своего мужа до конца. негативно негативно себя вели по отношению к мужчинам. мужчинам Естественно, я не знаю, как именно вы себя делили. Я не могу сказать, как именно. Может быть, вы действовали так, что, мужчинам было некомфортно с вами, например. Может быть, еще были какие-то причины. на самом деле это не важно. На самом деле это не важно. Важно, что это происходило. И нужно, опять же, увидеть, почему. Почему это происходило. То есть, что происходило, в этом стране ничего нет. Ну, происходило и происходило. Но нужно увидеть причины. Понимаете? не причины этого. А причины вы не знаете. Ну, то есть, вот, сейчас, на данный момент, вы не можете назвать причины, почему так происходило. По крайней мере, вы об этом не пишете ничего. О причинах, по которым так получалось. Вот. То есть, вы думаете, просто так мужчины изменяли вам, начинали пить и придали. дальше идем. Потом с работой почти непонятки сокращение, перевод, увольнение по собственному желанию. ну, то есть, тут, видимо, тоже какие-то вещи были, то есть, разные сферы, разные социальные роли, а вот самооценка одна. И, вероятно, развод подорвал вас самооценку, подорвал ваше восприятие в себе, изменил то, как вы себя видели. и, соответственно, из-за этого начались проблемы. Дальше. В итоге осталось без работы и два месяца просто висела на шею родителей вместе за своим кредитом. Ну, вот, кредит тоже интересный такой очень как это сказать, интересное обстоятельство в вашей жизни. То есть, вот, кредит это когда человек живет как бы, ну, непосредственно. Да? Вот. На мой взгляд, на мой взгляд, здесь нужно определить как раз то, почему вы жили непосредством. Знаете? Вот. Опять же, непонятно, обсудили ли вы себе какое-то имущество у мужа бывшего. Вот. А для чего вы в отношениях вступали? Зачем? По поводу чего вы с мужчинами взаимодействовали? То есть, грубо говоря, что между вами было общего? Да, между вами и мужчинами. Вот. это тоже такой важный момент достаточно. Дальше, значит, родители были не в восторге от того, что я приехал к ним окончательно, отдельно жила 11 лет. Ну, соответственно, весь уже дело включает ваши родители. какие у вас с ними отношения, как вы с ними взаимодействуете, если у вас обиды какие-то на них и так далее. Почему они были не в восторге? Вот. Личная жизнь вообще не радовала, а поднакомилась, неделю пообщались, расстались. А вы считаете, что личная жизнь должна радоваться? Вообще-то, этот человек в личную жизнь свою приносит как правило какую-то счастье, какую-то энергию, что-то свое. Вот. То есть личная жизнь вас радовать не должна. Это вам скорее нужно приносить в нее что-то. И здесь у меня возникает вопрос. Вы какой целью ознакомились с мужчинами все-таки? Зачем вы ознакомились с мужчинами? Вот. Мне кажется, это очень важный момент на самом деле. потому, потому что потому что ваша позиция вот такая, что личная жизнь не радовала и так далее, заставляет меня думать о том, что мужчины вами воспринимались как своего рода секс. Вот. Если это действительно так, то есть если мужчины вами действительно воспринимались как средства, то я не очень удивлен тому, что у вас не получалось с ними отношения выстраивать. Ну, просто потому, что никому не понравится, когда его воспринимать как средство, да, никому не понравится, когда человека не видят как такового. вот. Конечно, нужно анализировать, нужно анализировать, что было в общении с мужчинами, что именно вы делали не так и так далее. Далее вы пишите навалилось все со всех сторон, что именно все не очень понятно. Такое ощущение, что вы просто стали двигаться по пути получения возможных удовольствий после брака. То есть вместо того, чтобы работать над собой, вместо того, чтобы реструктуризировать себя, свой внутренний мир, вы куда-то постоянно уходили вовне и ориентировались больше вовне. И в итоге вы получили то, что получили. мне стало равно как я выгляжу, потому что упала сама оценка окончательная. С ней нужно работать, ее нужно повышать. Если работа и надо ли ее искать, но это опять же не вера в себя, я забросил хобби. По какой причине конкретно вы забросили хобби, почему соответственно. Смотрите, вы говорите «Мне осталось все равно как я выгляжу». То есть вы не делали этого для себя. Вы вообще что-то для себя делали, реально что-то для себя. Если вам даже стопор развестись, потребовалось собрать волю в кулак, собралась сила и наступили себе на горло. Смотрите, вот. Это вот момент, на который нужно обратить внимание. Что вы делаете для себя? Далее вышел наконец на работу, заболел сразу гриппом, но это скорее нежеланная работа. Не успел выстрелить, сразу схватив еще вырос, я переслежу, понимая, это даже организм не в силах сопротивляться. Чему история, чему организм не в силах сопротивляться? Я вижу пока пониженный иммунитет. сопротивляться. Да, возможно на вас оказывается давление, потому что апатия. Но апатия это именно давление. Давление некоторых центробежных сил на вас. Все с стороны вас. То есть вы изнутри чувствуете давление на себя. Оно как бы разбирает вас в разные стороны. И соответственно нужно, чтобы вы в этом направлении действовали. Нужно, чтобы вы увидели, какие пробежные силы на вас дарят. Дальше наши часто посещают мысли, что я обузу на всех родителей. Достаточно выпить таблеток, все закончится, даже знаю как их. Ну откуда эти мысли интересно вас взяли, что вы очень резко на них перешли. То есть ну если родители считают вас обузой, это повод присмотреть отношения с ними, во-первых, во-вторых, это мотив что-либо делать, почему у вас вместо того, чтобы пить таблетки, не возникает мысли о том, что нужно как можно быстрее жить в институте, вы потому и с мужчинами, вас с мужчинами вероятно не можете быть вместе, потому что вы чувствуете себя дочкой. а не женщиной. Вот. Так, значит, потом, допустим, вам не другой человек просыпается, пытается карабкаться, ходить, какой-то позитив. Я боюсь своих мыслей. Своих мыслей бояться не нужно, потому что они это вы, их нужно просто рассматривать, их нужно отбирать, да, их нужно рассортировывать, их нужно отсеивать, вот, ну, потому что иначе никак. Вот. И только так, только так. Она же пыталась намекнуть маме, что мне плохо и может нужна помощь врачей. Напрямую сказать не могу. Почему? Значит, не могу. откуда у вас такая вот модель, да, модель общаться с мамой только с намеками. Ну, просто думать откуда такая она была. она ведь откуда там взялась. Это нам надо быть. Соответственно, нужно определить почему так, из-за чего так, из-за чего вы собственно не можете маме то есть своему самому близкому человеку сказать, что с вами происходит. Согласитесь, это странно. Ну, как минимум. Как минимум, это странно. Вот. И на мой взгляд, именно с этим и нужно разбираться. Вот. И понимаете, вот вы говорили, как найти позитив. Да? то есть вы опять же хотите легкого пути сейчас. Вы хотите, чтобы вам кто-то извне указал путь на позитив. Это не работает так, к сожалению. Понимаете, путь на позитив вам нужно найти самостоятельно. Это возможно сделать. но только если вы хотите этого. Только если вы хотите найти этот самый путь на позитив. Он внутри вас. Просто нужно освободиться от всего ненужного, что есть у вас сейчас. От всего того, что есть у вас лишнего. И тогда метод для позитива появится. А если если вот так вот искать позитив у других людей, то к сожалению ничего хорошего этого не получится. Вы все время будете нуждаться в других. Ну потому что позитив вы будете получать от других и нуждаться соответственно будете очень других. Я не думаю что это хорошая идея давала. Поэтому и нужно как раз таки вам искать силы в себе. Конечно же с помощью психолога. Конечно же. Конечно с помощью психолога это можно сделать. Вот. Ну для этого нужна работа. Вот. Пока я рекомендую вам представить себя свободной. То есть просто представьте себя свободной. Есть вы. Такая какая вы есть. Сейчас. Представьте себя как будто вы можете сделать все что вообще хотите. Вот вообще все. Вот что бы вы сделали. Что бы вы ну на что бы вы подразили свою энергию. Вот. Знаете вот попробуйте себе ответить на этот вопрос. Именно представьте себе что визуализируйте что вы ну что вы делаете вот то что хотите что хотели бы сделать. Просто представьте себе это и соответственно это поможет вам увидеть чего вы хотите по-настоящему. ну может может быть не по-настоящему такое слово но в любом случае это поможет вам. Вот собственно это то что вы можете сделать именно здесь и сейчас пока 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 вы ну не работаете с психологом. А так обязательно вам нужно обратиться к врачу правильно сказал мой коллега вот делать это нужно самой а при чем здесь мама вообще вот каким образом мама здесь если вы взрослый человек вам нужно о своем здоровье заботиться самой мама здесь ни при чем она и не должна ну значит соответственно вас слышат вот только опять же отделите себя от от другого отделите вы это вы да а она это она и свои проблемы во многом не решает самой вот вот состояние здоровья вот здоровье это хорошее начало то есть хороший повод чтобы начать вот начните с этого самостоятельно ищите проблемы со своим здоровьем вот почему потому что это ваше здоровье а потом после этого делайте только то что хочется только то чего вы желаете вот и все по сути вот но вообще настраивайтесь на работу с психологом потому что развод это само по себе очень драматичное событие и после него нужна помощь помощь по преодолению развода это нужно выговаривать это нужно проговаривать во всем это нужно разбираться у разводов есть причины и вы эти причины очевидно не видите вот совершенно очевидно что вы ну не замечаете этих причин это очевидно на мой взгляд вот вот что тут вот нужно разбираться вот ну конечно же в основе сфоль сейчас детско-родительские отношения вот я тоже очень хорошо вижу да я вижу что у вас с мамой не было любительных отношений я верю в то что у вас есть проблема с математиками проблема с реализацией собственных желаний вот и собственно это и могло стать причиной того что у вас теперь вот такие проблемы и здесь уже нужно разбираться с тем какие были ваши основные эмоции основные переживания именно с мамой и с папой вот и как так получилось родители не восторг от того что вы приехали с ним вот и почему вы испытываете вину за это за то что вы приехали с ним вот абуза кстати это все-таки родители они ну не кто-то другой понимаете вот это еще одна важная деталь ситуации деталь следующее значит вы просите даты совет вы просите даты совет это психотическая модель проведения то есть я нуждаюсь у других как бы говорите вы соответственно от мамы вы принять помощь не можете с мамой вы быть искренней не можете вот но искренней это быть хочется и собственно эмоции хочется и понимания хочется и любви хочется и поддержки хочется понимаете вот и вот вы пытаетесь получить это у кого-то другого например у мужчин например в работе например у психологов на сайте говорите совет даст вот понимаете то есть тут опять нужно разделить есть есть разные люди понимаете вот и разные сферы есть то есть у вас вот сфера одна у других людей сфера другая вот разграничить нужно а у вас эти грани мне кажется разницы вот вот так вот я думаю можно вам ответить на ваш вопрос на этом все я надеюсь что помог вам если у вас остались дополнительные вопросы пишите в личку буду рад помочь если вам понравился мой ответ буду благодарен если сделаете его лучшим я желаю вам всего самого доброго и удачи спасибо 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 Продолжение следует...